Блокировка счетов муниципальных учреждений соцсферы произошла в Димитровграде. А все из-за того, что местные управленцы вносили изменения в муниципальный бюджет, не оповестив об этом правительство. Для того, чтобы разобраться в ситуации, главой региона была создана рабочая группа. Александр Смекалин провел заседание с главами ведомств. Председатель правительства обозначил приоритетные задачи. На заседание приехал замглавы Димитровграда Юрий Черноусов. Чиновник признался, что ему и остальным управленцам нужна помощь региональных властей. По его словам, им необходимы не только дополнительные средства на возрождение экономики города, но и грамотные рекомендации. К примеру, объяснить, как в подобных случаях проводились работы с другим муниципалитетом. Юрий Черноусов предложил объединить управление образования, культуры и спорта в один департамент. Сокращение тоже предполагается. Также Черноусов рассказал о причине материального декаданса в городе. 2012 год – 39%, 2013 год – 41%, 2016 год – 165%, потом 86%, 56% – последние 29%. То есть суммы-то серьезные, такие наращенные долги. Мы-то ждали, но не исполнили. Треться деньги. Сейчас будущих доходов, а будущих доходов не видим. И поэтому мы оказались там, где оказались. Чтобы выбраться из того незавидного места, где оказался Димитровград, необходимы деньги. Глава Минфина Екатерина Буцкая рассказала, сколько средств из областной казны направлено на спасение города. В целом объем межбюджетных трансфертов составляет 1,2 млрд в городу Димитровграду. С учетом того, что еще дополнительно только в мае месяце было предусмотрено 170 млн рублей. И в целом объем субсидий составляет 258 млн. 119 млн рублей на дороге, 33 на ремонт детских садов, 10 на школы и 82 млн на улучшение городской среды. На данный момент часть счетов уже открыта. Заседание рабочей группы продолжится до тех пор, пока проблема будет полностью не решена. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ.